Здравствуйте! Сегодня будет необычный выпуск, потому что наушников, о которых я собираюсь вам сейчас рассказывать, у меня на столе нет. И все потому, что к нам в магазин они приехали в единственном экземпляре, я успел их забрать, снять распаковку, сделать фотки, достаточно послушать, но прежде чем я стал записывать это видео, их заказали, купили и соответственно у меня изъяли. Причем, что интересно, два таких товара, также аудиотехника GL3, и здесь я сам поспособствовал, потому что посоветовал их человеку, человек заказал и они тоже были в единственном экземпляре, потому что, поэтому второе видео, скорее всего, просто пропадет. Про роуд я хочу рассказать, потому что помимо многих интересных визуальных составляющих, есть много интересных моментов и в звучании, поэтому и так, начало растянул, давайте распаковка, характеристики и звук. Открывается коробка таким необычным способом и внутри в тряпичном чехле нас ожидают наушники, которым очень скоро вернусь, а пока что пару слов о комплекте, который интересен и во многом нетипичен. Ну, естественно, у нас есть кабель 3,5 на 3,5 миллиметра и также дополнительные метки вместе с переходником на 6,3 миллиметра. Для чего они нужны? Все-таки это рабочий инструмент и если вы, допустим, записываете какой-то подкаст, где используется, где разговаривают несколько человек, на нескольких людях надеты наушники, то для каждого кабеля можно использовать свою метку. Она снимается и, допустим, черный это Антон, зеленый это Оля, оранжевый Паша и так далее. Это удобно и можно уже на пульте регулировать громкость, как-то работать. Это перешло от петличных микрофонов и удобная, интересная дополнительная фишка. И теперь по наушникам. Как-то я ожидал, что Роутони как-то наушниками особо не занимались, ничего интересного, наверное, с первого раза не получится, но я думаю, вы уже понимаете, от чего я получил такой легкий восторг. Что оголовье, что амбушюры сделаны из материала, похожего на алькантару, но при этом не настолько неприятные. То есть алькантару мне не нравится то, какая она на ощупь. Здесь он мягкий, то есть больше ощущается как велюр. Когда не смотришь на наушники, посмотрел, блин, ну вроде типичная алькантара, там чем-то похожа еще на замш. Поэтому и удобство на очень хорошем уровне. Внутри они также не совсем прямоугольные, а сделанные под формы особенностей уха. Амбушюры мягкие, хорошие и также одна необычная особенность, связанная с регулировкой по высоте. То есть так вы регулировать наушники можете, а когда вы фиксатор ставите, то все уже, он не двигается. Удобно, мелочь, но, блин, почему этим не пользуются другие производители? Это интересно. Ну и дизайн у них тоже такой своеобразный. Не скажу, что плохой. То для кого-то он покажется слишком уж простым. Но мне нравится. И при этом все детали подогнаны хорошо. Нет каких-то таких неприятных звуков. При том, что вращающиеся элементы все-таки присутствуют. Ну и также под себя построить можно. Потому что некоторое вращение у наушников присутствует. Единственное, что невозможно их полноценно сложить, это на относительный минус. Но в остальном все хорошо. Поэтому с точки зрения эргономики, это прекрасные, великолепные наушники. Традиционное изучение характеристик начнем с излучателя. Он у нас здесь естественный, динамический, 40-миллиметровый. По частотному диапазону у нас прям очень красивые цифры от 5 до 35 тысяч герц. Но уже в который расскажу, что эти цифры не несут какой-то значимой пользы. Естественно, если было бы указано от 100 герц до 15 тысяч, то от этого была бы какая-то польза. Чувствительность 110 дБ и импеданс 32 Ом. По кабелю я уже в принципе в распаковке показывал. Их два. На 1,2 классический и 2,4 метра. С коннекторами на 3,5 миллиметра. Здесь, пожалуй, из важного, хотелось бы сказать, вес 350 грамм. Наушники, естественно, ощущаются, как что-то не очень легкое, но на голове при этом сидят хорошо. И хотел бы обратить внимание, что текстовый обзор уже есть на сайте. Можно прочитать его созданием текстовой составляющей фотографиями. А занимался я, возможно, вам будет интересно и, в принципе, возможно, вам проще читать какие-то обзоры, нежели смотреть. Так как наушники изначально создавались в качестве рабочего инструмента, то и тональный баланс у них близок к нейтральному, мониторному, ровному. Единственное, что выделяется, это середина. Она немножечко выходит на передний план. Но и зачем это сделано, тоже можно понять. Наушники, скорее всего, будут использовать в основном для мониторинга, причем даже мониторинга своего голоса. И в таком случае вам не придется повышать громкость для того, чтобы адекватно себя слышать. И, соответственно, вы меньше будете уставать. Поэтому здесь никаких вопросов. И тем более это не прям что-то очевидное, такой горб прям на середине, который очень сильно выделяется. Нет, сделано все это аккуратно. И чем наушники порадовали, с учетом того, что они не относятся к какому-то там сверхвысокому аудиофизическому бюджету, сегменту и так далее, это то, что они детальны. Обычно, когда среднебюджетные наушники не имеют какой-то псевдодетальности, какой-то яркости, нарочитой агрессивности, то и звучание, мягко говоря, скучное. Потому что не хватает каких-то деталей, которые можно было бы повыслушивать, повычленять из записи и таким образом получить какое-то дополнительное извращенное аудиофизическое удовлетворение. Здесь с детальностью, с общим разрешением все хорошо. Наушники звучат неупрощенно и это радует. И также это касается краев частотного диапазона. Как-то ожидая, что ну все равно будут там все равно скрадываться края, будут такие явные упрощения, их не ощущается сильно. Это, конечно, не выводит наушники на какой-то совершенно новый уровень, чтобы сравнивать их с моделями, которые стоят в два раза дороже. Но для своей стоимости это определенно хороший уровень, хороший показатель. Мне они понравились и жаль, что не могу их держать в руках сейчас, потому что они интересные, они залипательные сами по себе. Смотришь на амбушюры, это что-то необычное. На форму амбушюр тоже сделано все логично. На дополнительные фиксаторы высоты тоже все это интересно хочется и покрутить, и дополнительно еще раз показать. То есть наушники и с визуальной точки зрения, и с такой инженерной тоже приковывают внимание, и по звучанию также интересно. Поэтому хороши, но тут стоит еще понимать, что у вас должен быть какой-то более-менее нормальный источник. Если вы просто захотите подключить к какому-нибудь бюджетному ресиверу-усилителю, либо же к бюджетному ЦАП-у-усилителю, то можете немножечко разочароваться. Потому что, ну а где вот то все обещанное? Я лично слушал в основном с Айбаса DX170, его хватило вот так вот просто за глаза. И в том числе с Топпинг DX3 Pro+. Тоже хороший ЦАП-усилитель, обзор на канале уже есть. И подводя какие-то итоги, я по-моему стал подводить их еще раньше. Здесь осталось ну совсем уже прорезюмировать. Наушники замечательные во всех своих аспектах. Единственное, что вы должны любить, мониторное звучание, чтобы они подошли, грубо говоря, к вашему источнику. Какие-то минимальные требования в любом случае есть. И стоит понимать, что уже будут некоторые требования к записи, чтобы все было изначально хорошо записано. Наушники не будут вам как-то пытаться скомпенсировать плохо записанную запись, как это бывает с наушниками яркими, с какой-то ярко выраженной подачей. Поэтому модель хорошая, интересная, советовать смогу. Опять-таки сейчас говорить, что по ссылке в описании вы сможете их найти. Это будет немножечко юлением, потому что я понимаю, что на момент записи их в магазине нет. Они пока что не приехали. Но, естественно, вы будете смотреться не только в день выхода, поэтому ссылку в любом случае оставлю. На этом у меня все. Вам большое спасибо за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok